добрый вечер дорогие друзья начинаем наш очередной вебинар посвященный питанию и добавкам и долголетию итак первый вопрос к слушателям как видно как слышно всем большой привет вот здесь передает привет из воронежа с поволжья замечательно только как наш видны как нас слышно если проблема с видео и со звуком ну вроде бы как проблем нет итак начинаем наш вебинар сегодня мы поговорим о роли питания биологически активных добавок проблема здоровья пожилых людей сейчас эта программа начинает у нас раскручиваться в москве к нам подключилась целый ряд организаций которые занимаются проблемами здоровья пожилых людей и компания мсп оказалась здесь весьма востребована по одной простой причине потому что у нас есть что предложить плане улучшения здоровья пожилого человека поскольку у нас имеется не просто отдельные биологически активные добавки что в общем то мы можем найти в других компаниях но у нас эти биодобавки скомпонованы в отдельные программы в отдельные проекты которые мы можем использовать для поддержки здоровья пожилого человека в разных его аспектах и так первый вопрос который мы хотим вам рассказать это взял без старения организма чего начинается какие здесь основные процессы происходит чем это чревато и самое главное который можем сделать можем ли мы повлиять на эти процессы если у нас инструменты которые позволяют эти процессы закрыть с этими процессами эффективно бороться но прежде всего что характерно для старейшего организма а старение организма это не 70 80 лет как полагает некоторые некоторые моменты связанные с инволюции наших физиологических процессов старения организма начинается весьма рано иногда 30 в 40 лет а часто бывает и у детей начинается процессы характерны для пожилого человека поэтому болезни пожилого человека сейчас начинает очень резко молодец ну что характерно прежде всего это снижение скорости регенерации то есть все наши органы системы они в отличие от механических систем они постоянно себя восстанавливают то есть это называется регенерации восстановления со временем скорость регенерации начинает снижаться и очень многие процессы в этот равновесие сдвигается в сторону который называется разрушением или дегенерации ну примером такой дегенерации является что например но вот это после седые волосы человека люди начинают сидеть весьма рано то есть где-то 30 иногда и раньше появляется первая седина это говорит о том что прогресс пигментации волос он начинает нарушаться то есть идет депигментации волос что является одним из первых признаков кстати говоря старения это можно процессы дегенерации захватывают и центральную нервную систему и органы зрения начинают плохо видеть глаза человек вынужден значит работать в очках садится печень возникает проблемы с суставами возникает дефицит лиральной плотности костной ткани возникает деньги генерации костной ткани нарушение минеральной плотности и развивается в степени остеопороз так вот остеопороз и у степени характерны для очень многих молодых людей характерно для детей поэтому вот такие признаки дегенерации это отнюдь не значит прерогатива пожилого человека а причина достаточно банальная нарушение обмена веществ нарушение питания и так процессы нарушения регенерации ведут к уменьшению числа клеток соответственно уменьшается объем органов и тканей но уменьшается размеры печени размеры почек поджелудочной железы снижается функция этих органов это вот характерные особенности физиологии пожилого человека наконец снижение физической активности которые характерны для людей ну не только пожилых но и достаточно молодых то есть мы живем в условиях комфорта в условиях хорошего транспорта компьютеры механизация автоматизация снижение физической активности особенно характерны для тех кто зависает вот как раз компьютерными технологиями за компьютерной работой когда минимум физическая активность человек все время сидит минимум движений и снижение физической активности еще одно ключевое направление характерная для людей пожилых ну у них возникает процесс инволюции что приводит к снижению подвижности но процесс этот можно весьма сильно ускорить если человек начинает мало двигаться с раннего возраста возникает явление гиподинамия называется гиподинамия гипокинезия соответственно увеличивается жировая масса что приводит к нарушению огненных липидов при любой гиподинамии снижается мышечная масса которая в норме хочу подчеркнуть в нормальных условиях начинается 45 лет возникает возрастная это называется возрастная саркопения то есть уменьшение мышечной массы или парадоксальной ситуации саркопилическое ожирение когда масса тела увеличивается именно за счет жира при этом сокращается объем мышечной массы все это приводит безусловно в обязательном порядке приводит к снижению нейронной плотности костной ткани наконец инволюции функции органов это снижение активности иммунной системы что приводит к увеличению риска инфекционных и самые страшные онкологических заболеваний снижение пищеварительные функции уменьшение эффективности переваривания и ассимиляции пищи что ведет быстрому насыщению уменьшение аппетита снижение объема принимаемой печени достаточности питания нарушение пищевого статуса и снижение метаболизма лекарственных препаратов наконец уменьшение активности стеречно-сосудистой системы стеречно-выброса скорости кровотока что приводит к нарушению питания органов и тканей уменьшение дыхательной функции уменьшение скорости клубочкой фильтрации функции почек вот эти вот основные блоки характерны для пожилого человека и здесь на первый план у нас выступает проблемы и маркеры которые на которые стоит обратить внимание потому что в некоторых людей они начинаются очень рано у других они начинаются позже и фактически возраст человека это не к его не его календарный возраст а тот возраст который можем определить тестируя состояние отдельных органов и систем человека ну первое чего начинается старение это увеличение седины начинается это с 30 лет в некоторых людей начинается даже раньше то есть молодой человек 20 с лишним лет а вы уже себе и волосы а основная причина седины это дефицит меди обратите на это внимание уменьшение жизненной емкости легких и 50 процентов это характерно естественно для пожилого человека что ведет опять таки связано с нарушением регенерации обычной ткани при этом на первое место выступает дефицит факторов которые способствуют усилению регенерации это цинк и витамин а снижение силы сжатия мышечной мышечной ткани например силы сжатия кисти которые можно протестировать мышечную слабость это как правило результат гиподинамии человек мало двигается снижается количество мышечных клеток соответственно силы мышечных сокращений и одна из причин дефицит витаминов белка ухудшение качества кожи снижение упругости кожи нарушение биосинтеза коллагена дефицит витамина c цинка меди и того же белка снижение остроты зрения как правило это дефицит витаминов витамина а антиоксидантов и сирена наконец снижение скорости прохождения нервного импульса по нервным волокнам на 10 процентов что определяет общую тенденцию дегенерации нервной системы дефицит омега-3 жирно-кисловый дефицит лицетин и дефицит тех же самых витаминов нарушение памяти снижение скорости реакции снижение высшей нервной деятельности называемых когнитивных функций это прежде всего дефицит энерготропных веществ веществ энергии и тех веществ которые называются нейропротекторами по этому вопросу у нас были вебинары откройте и посмотрите вы найдете причину и найдете способы коррекции функции центральной иммунной системы наконец снижение активности иммунной системы увеличение частоты тяжести инфекционных заболеваний прежде всего дефицит витаминов и биоэлементов которые являются наиболее мощными стимуляторами всех звеньев иммунной системы уменьшение минеральной плотности ткани как результат риск переломов а причина банальная не только дефицит кальция витамина d о чем знают наверно все до отмоги велика но и дефицит фтора магния кремния цинка витамина c и витаминов группа b плюс дефицит витамина к который играет именно важную роль формирование костной ткани поэтому кальцием витамином d мы проблему не решим здесь нужно использовать более серьезные продукты более широкого спектра действия ну наконец выключение числа аутоиммунных заболеваний что тоже характерно для пожилых людей это и гипотические процессы и поражение крови и поражение суставов поражение сердца что может быть связано с вирусами инфекциями и что самое лучшее если это происходит соматические мутации которые идут непрерывно от рождения до самой смерти и в конце концов одни кто из них могут привести к развитию аутоиммунных процессов и так что мы можем на что обращать внимание и что мы можем предложить питание пожилому и не только пожилому но и человеку который начинается вот этим эволюционные процессы но прежде всего снижение обмена веществ снижение скорости обновления восстановления ключевыми факторами которые позволяют затормозить этот процесс и улучшить состояние обменных процессов это прежде всего регулярное употребление витамина минеральной комплексы в числу таких препаратов из нашей продукции которые есть на территории российской федерации белоруссии это супер комплекс но крайне более мощные препараты которые содержат витамины это нутрикал мегахел но опять-таки супер комплекс весьма эффективный продукт недорогой и который еще раз подчеркнул человек должен употреблять регулярно каждый день без каких-либо период плюс вторая группа препаратов это называемые энерготропы о них мы говорили когда речь шла о витаминоподобных веществах число витаминоподобных веществ относится такие вещества как l-когнитин алькалипоевая кислота клинзин q10 сейчас этот список можно расширить число энерготропных препаратов относится и другой переносчик электронов это цитохром c число энерготропных препаратов относится например органические кислоты лимонная яблочная кислота янтарная кислота которые настолько простые банально что зачастую в составе бак мы не найдем поскольку вроде бы их даже быть много продуктов питания не плохо иметь эти препараты в арсенале повседневные продукты что касается аликалипсина альфа-липоевой кислоты у конзима q10 все эти продукты компания nsp выпускает давным-давно другой вопрос то что не все из этих продуктов пока что есть на нашем рынке видимо на препаратов потому что энерготропных препаратов продуктов должно быть много они должны поступать в организме в очень больших концентрациях сейчас мы как раз занимаемся сертификации и в будущем у нас появится новый препарат конзим q10 100 миллиграмм весьма эффективная доза по цене и стоимость по цене и качеству он пожалуй будет лидером среди аналогичных препаратов на нашем рынке наконец потери костной мышечной ткани для этого у нас есть великолепный набор здоровья костей мы об этом поговорим чуть позже уменьшение содержания воды в организме пожилого человека характерная особенность ну люди со временем перестают употреблять достаточно количество жидкости хотя у всех пищевые привычки в отношении употребления воды очень разные но хочу сказать что общее замечание всех диетологов с середины прошлого века то что пожилой человек пьет очень мало обратите на это внимание и здесь решение проблемы решительно поверхности для этого не нужно каких-то крупных трат и вложений носите с собой бутылочку с водой бутылочку с соком бутылочку с морсом с чаем с чем угодно и пить воду пожилому человека нужно на протяжении суток а не так чтобы вот человек сел за стол сел за обед за ужин за завтрак и в это время употребляет что-то жидкое той жидкость надо употреблять по протяжении всего дня понемножку по чуть-чуть но это позволяет поддерживать нормальный водный баланс в организме позволяет избежать локальных периодов обезвоживания сгущение крови и нарушение работы жизненно важных органов и ткани простейшие решения которые вот как бы лежит на поверхности просто нужно на этом наставить нужно приучать себя где-то релье пищевой дисциплине и со временем с возрастом у вас это войдет привычку снижение скорости кровотока это увеличение частоты пульса когда человек чуть-чуть подвигался уже начинается одышка уже начинается таки кардия увеличение частоты селечных сокращений что говорит о слабости работе сердца соответственно нарушению кровотока нарушение питания всех органов и ткани от головного мозга до печени почек и желудочно-чечного тракта здесь нам помогают наши кардиопротекторы а кардиопротекторах мы говорили не так давно в одном из наших вебинарах обратите на это внимание снижение жизни емкости легких вот на первое место тут же приходит препарат броски с легкость дыхания который позволяет улучшить функцию легочной ткани не только у больного человека но у человека который считает себя здоровым которых просто ну есть определенные проблемы с дыхательной функцией наконец снижение числа клеток крови снижение числа клеток крови прежде всего это анемия здесь могут быть и иммунные нарушения но это немножко другой вопрос но на первое место выступает снижение уровня гемоглобина нарушение гемоглобина снижение нарушение переноса кислорода нарушение обеспечения органов и тканей кислородом это в общем-то серьезный удар по здоровью человека особенно пожилого человека более того вторая причина анемических состояний это то что у пожилого человека резко снижается усвоенность железа поэтому железохилат наряду с поливитаминовыми витаминоминеральным комплексом это еще один очень важный фактор который должен быть в арсенале в аптечке пожилого человека железохилат дело в том что снижение всасывания железа меняется с возрастом великолепно железо усваивается у новорожденных из грудного молока как только новорожденного где маленькие дети переходит на искусственную вскармливание на прикормы резко снижается усвоенность железа до 10 процентов а с возрастом опускается до 5 иногда до двух процентов практически до нуля поэтому препарата железо это палочка-выручалочка для большинства пожилых людей наконец ослабление иммунитета иммунитета понятно это риск прежде всего онкологии инфекция здесь уже не играет такой ключевой роли хотя как правило после банальных простудных заболеваний у пожилого человека может возникнуть тяжелые осложнения связанные сопутствующие бактериальные инфекции опять таки причина и слабость иммунной защиты здесь нам помогают иммунные стимуляторы у нас такие продукты тоже есть у нас даже есть набора которые посвящены которые раньше назывались стоп простуды сейчас это будет комплекс который рассчитан на не только на блокаду простудных заболеваний но и просто поддержку иммунной функции но что я хочу сказать что иммунные стимуляторы очень много но и обратите внимание что самым мощным иммунным стимулятором является наши витамины поэтому это явление витаминов дает нам еще и возможно стимулировать иммунную систему нашего организма снижение пищеварительной функции это и секреция пищеварительных элементов и функция всасывания и может быть кишечная моторика что выражается в нарастании частоты ситуации связанных запорами у нас на этот счет есть весьма эффективные инструменты два ферментных комплекса пищеварительные ферменты протеаза плюс для поддержки работы желудка и целый как скат препаратов для борьбы с запорами начиная с локла и заканчивая ничелакс но наиболее популярным продуктом является каскара собрада помогает подавляющее большинство людей очень хорошо распространяется то есть стало быть она востребована стало быть она помогает но если каскара не помогает у нас есть другой более мощный инструмент ничелакс плюс мы рекомендуем опять-таки не убирать каскара станете каскару и оставить то же самое около то есть пищевой рацион пожилого человека должен быть насыщен растительными волокнами которые формируют массу стула и плюс здесь помогает еще и корень солодки который способствует секреции слизи который делает кал более мягким наконец ослабление активности центральной нервной системы это еще одна ключевая проблема здоровья пожилого человека что выражается как все говорят склерозе нарушение снижение памяти изменение поведения потому что обратите внимание многие пожилые люди страдают чем они становятся капризными но становится властными не становится невыносимыми причина это гиббональный дефицит пищевых веществ пищевых веществ и энергии дефицит энергии приводит к нарушению функции нарушение функции меняет поведение человека то есть поведение человека мы можем управлять не с помощью кнута и палки а с помощью питания с помощью питательной поддержки и обратите внимание большую роль здесь играет энерготропные препараты также самое эль-кармитин тот же самый кэнзин q10 тоже самое аль-калипоевая кислота вещества который заряжает энергией центральную нервную систему и блокирует развитие таких вот так называемых неродегенеративных состояний снижение функции почек у нас есть замечательный инструмент уралакс наряду с другими продуктами которые тоже могут помочь при различного рода почечных проблемах уралакс одно из таких ключевых мощных средств наконец ослабление гормональные функции в основном касается женщин хотя по касательно затрагивает и мужскую половину и здесь большую роль играет наши фитоэстрогены опять таки фитоэстрогены надо обращаться очень аккуратно есть сильные фитоэстрогены с очень высокой гормональной активностью есть фитоэстрогены с низкой гормональной активностью и не всем они одинаково полезны одинаково показаны здесь надо обращаться за советом к нашим врачам эндокринологам которые присутствуют во многих наших городах которые работают с нашей компании который вам посоветует какие именно фитоэстрогены вам уместны даже в вашем возрасте в вашем клиническом состоянии чтобы не нанести себе дополнительного вреда потому что с такого рода продуктами надо обращаться весьма аккуратно вот ни в коем случае не советую заниматься самолечением конец дефицит белков витаминов и биоэлементов опять-таки решается опять-таки с помощью качественного питания но если такое затруднительно или невозможно на помощь приходит наши биологические активные деборки нет последний вопрос связан риском или развитием онкологических процессов у нас есть замечательные препараты онкопротекторы таких онкопротекторов которые борется уже с начавшимся онкологическим процессами которые препятствуют развитию фактических заболеваний у нас их наберется наверно десятка два поэтому мы тоже проводили соответствующие вебинары открывайте смотрите обращайтесь нашим консультантом потому что целый ряд наших врачей весьма успешно борется с проблемами онкологии пожилого человека даже в тех случаях когда официальная медицина ставит как говорится крест на этом буквально понедельник я был в киеве на школе по нутрициологии и там выступала специалист которые рассказывал о своем личном опыте применения онкопротектор и лечение экологических заболеваний результаты потрясающие поэтому у нас есть такие специалисты ищите специалистов консультируетесь и не теряйте имеете ввиду что ситуация в общем-то разрешима не безнадежно на всяком случае и так давайте мы перейдем теперь конкретным рекомендациям что рекомендуют современные диетологи ну особенно речь идет о зарубежных диетологических школах в отношении здоровья здорово старине как у него называют потому что старение может быть приводить к беспомощности к дряхлости а с другой стороны старинным старине может быть еще и здорово активным долголетие вот к этому и следует стремиться ну в европе предлагают где-то около 13 пищевых ингредиентов начиная с витамина а c е д витамины b6 b12 фолиевой кислоты железо кальция рис виратрола бета-каротина лютеина и д ваза гексоэновой кислоты вот 13 инструментов здесь рекомендуют даже количество чем обратите внимание витамин b6 b12 витамин d и д ваза гексоэновой кислоты рекомендации по применению превышает существующие диетологические рекомендации то есть доза достаточно высокий но как мы считаем это необходимые условия но недостаточно для здорового старения почему потому что пожилому человеку требуется гораздо больше пищевых ингредиентов чем предлагает нам европейские диетологи что именно еще ну если мы возьмем основе принципы пищевой геропротекции то есть рекомендации диетолога в отношении питания то начинать надо именно с этого потому что бады это надстройка а базисом является наше повседневное питание что предлагает здесь диетология но прежде всего это борьба с избыточной калорийностью за счет уменьшения потребления крахмалистых полисахаридов простых сахаров и животного жира это особенно касается людей пожилого возраста имеющих избыточную массу тела потому что избыточная масса тела это дополнительный удар по здоровью избыточная масса тела это и метаболический синдром который распространяется и на высокий уровень сахара и на гипертоническое состояние человека на высокий холестерин и шимический болезнь сердца целый букет проблем которые таки причина которая является банальная увеличение массы тела излишней массы тела поэтому в этом случае мы ограничиваем питание пожилого человека за счет как говорится пустых калорий которые присутствуют крахмалистых продуктах простых сахарах которые вызывают гипергликемию и насыщенных животных жирах все остальное идет без ограничения уменьшение потребления мяса за счет не за счет того что мы должны переходить вегетарианский рацион питания за счет рыбы птицы и яиц то есть тех белков животного происхождения которые являются качественными и которые являются гораздо более безопасными с точки зрения содержания в их составе насыщенных тугоплавких жиров три порции мясо рыба или птицы то есть мясо птицы яиц рыбы три порции и три порции молочных продуктов но при условии если пожилой человек переносит молоко но если молоко не переносит кисломолочный продукт это должно быть обязательно в рационе питания то есть три порции это белок высокобелковые продукты и три порции молочных продуктов сутки сущные квоты белка обратите внимание это чуть больше чем среднему взрослому человеку во всяком случае не меньше от одного до полутора грамм на килограмм массы тела при этом речь идет не об общей массе тела тущей массы тела то есть из общей массы тела мы должны значит убрать лишний жир тогда мы даем вот рекомендации по расчету то есть 70 килограмм массы тела для среднего взрослого мужчины это 105 грамм белка в сутки достаточно большим количеством ограничать доли насыщенных живых соотношение насыщенного мононенасыщенный полинасыщенный жирной кислоты 36 к 1 то есть основной акцент делается на что на мононенасыщенный жирной кислоты а таковыми является олеиновая кислота который много в оливковом масле поэтому оливковое масло здесь в данном случае или высокоолеиновое подсолнечное масло является основой жирового жирового компонента рациона пожилого человека соотношение полинасыщенный жирной кислоты амога 6 амога 3 5 к 1 но лучше было бы 2 к 1 то есть уменьшаем потребление подсолнечного масла увеличим потребление рыбьего жира с тем чтобы содержание полинасыщенный жирной кислоты класса амога 3 было больше чем в обычном нашем рационе соотношение белок жир 1 0 8 то есть 70 грамм от белка примерно до 56 грамм жира то есть жира должно быть меньше чем количество белка если мешать граммах увеличение потребления зерновых и бобовых это каши это зерновый хлеб то есть это продукты которые содержат помимо хороших качественных растительных белков содержит еще и пищевые волокна которые очень важны для нормальной работы для детоксикации организма пожилого человека включение потребление фруктов и овощей 400 грамм в сутки обратите внимание 400 грамм почти полкило овощей и фруктов должен употреблять почему пожилого человека 45 раз в день 5 порции то есть пять раз мы садимся за стол это идеальный режим приема пищи 5 каждой порции присутствует либо овощи либо фрукты либо то и другое то есть здесь ограничение быть не может увеличение потребление антиоксидантов защита от переписного окисления увеличение продолжительности жизни борьба с онкологией это 200 миллиграмм витамина е и 500 миллиграмм витамина c за счет супер комплекса таких величин не достигнем стало быть мы дополнительно должны принимать витамин е 100 миллиграмм в одной капсуле и витамин c ну не один грамм а 500 миллиграмм то есть пол таблетки пролонгированной форме витамина c употребление влечение потребления витаминов в этом уже говорим неоднократно достаточное количество жидкости в любой форме обычная вода кипяченая вода соки морсы минеральная вода полтора но можно и больше полтора два с половиной литра в день влечение потребления щелочных продуктов что за щелочные продукты я сейчас об этом скажу и наконец соблюдение оптимального режима питания прием пищи пожилому человеку должен быть ну не менее 4 5 раз в день то есть пожилой человек особенно человек который находится на пенсии который целый день дома может себе это позволить работающим пенсионерам сделать это не просто бывает но к этому надо стремиться это ваше здоровье это ваше активное долголетие наконец активный образ жизни максимальная подчеркну дозерная физическая нагрузка а физические нагрузки я хочу скажу чуть позже потому что это бесплатные приложения к нашей диете которые дают возможность леса сказать улучшить качество жизни и так что такое кислые щелочные продукты но многие считают что то что кисло это кислый продукт а то что не кисло это щелочной продукт на самом деле с точностью до наоборот кислые продукты это в основном продукты которые содержат много белка а в составе белка очень много фосфатов и очень много серы то есть продукты насыщенные фосфатами и серы они дают кислые эквиваленты при обмене веществ вот продукты которые насыщены калием кальцием и магнием они дают челочные эквиваленты и таких продуктов как раз вот здесь стоит разобраться потому что к сожалению примерно трети пожилых людей основным их состоянием влияет ими так называемый метаболический ацидоз то есть закисление крови закисления всего организма а мы должны сделать сдвинуть наш нашу кислотность щелочном направлении то есть я бы представляют кислые продукты но прежде всего это все животные белки кроме молока это мясо яйца рыба сыры это не значит что их не надо употреблять но просто их надо компенсировать употреблением щелочных эквивалентов и щелочных эквивалентов должно быть две трети щелочных продуктов по массе по сравнению с кислыми продуктами но к числу щелочных кислых продуктов относятся все крупы это рис овсянка греча зерновые семена орехи но продукты как вы понимаете достаточно ценны выпечка масло из косточевых семян из орехов животные жиры и рыбий жир это все кислые эквиваленты а что то щелочные эквиваленты можем ли мы компенсировать вот эти ценные кислые продукты за счет щелочных можем без проблем молоко и кисломолочные продукты кроме сыра дают нам щелочные эквиваленты все фрукты свежие соки из них щелочные эквиваленты овощи зелень свежие соки из овощей Бобовые, это тоже щелочные продукты. Наконец, корень, клубни, свекла, картофель, сок из них щелочные. Оливковое масло, кокосовое масло. Вот рыбий жир кислый, оливковое и кокосовое масло щелочное. Подсолнечное масло кислое. Вот нехитрая арифметика, которая позволяет вам разобраться. Так, чтобы сдвинуть наш ПАЖ в щелочную сторону. Кстати, ПАЖ можно измерять. Есть такие тест-полоски, которые позволяют, допустим, по слюне определить ваш ПАЖ. Потому что слюна, как правило, отражает состояние кислотности сыворотки крови. Поэтому по слюне натощак вы можете тестировать свой собственный ПАЖ. Следующий вопрос. Общие закономерности питания долгожителей. То есть, мы знаем, что есть люди, которые живут долго и счастливо. И такие люди живут и в нашей стране, и в некоторых соседних странах. Ну, в частности, на Кавказе, Закавказье. Ну, и на Северном Кавказе очень много долгожителей. Как и особенности питания этих долгожителей. Можем ли мы попытаться жить столь же долго, питаясь аналогичным образом? Давайте попытаемся. Давайте посмотрим, что же для них характерно. Но, прежде всего, для людей долгожителей характерна умеренная физическая активность. Они не ставят рекордов, они не стремятся достигнуть каких-то результатов своей профессиональной деятельности. Живут неторопливо, живут, так сказать, не спеша, физической активностью без особого напряжения. Без особого напряжения и надрыва. Второе. Молочно-растительное направление питания. Консерватизм. Строгое соблюдение национальной традиции. Но самое главное, что это молочно-растительное направление питания. Много молока, молочных продуктов и растительных продуктов. Третья особенность. Это невысокая калорийность. Они никогда не переедают. Более того, старые люди, они питаются еще меньше. То есть, они практически становятся маловишками. И среди них нет людей с ожирением. И никогда не найдется среди долгожителей людей с избирочной массой тела. Наконец, способность снижать калорийность пищи во мере увеличения возраста. Это характерно особенностям для жителей. Умеренность еды. Скудный набор традиционных продуктов питания. Они не питаются из супермаркета. Им достаточно 30-40 традиционных продуктов питания. И это их вполне устраивает. Наконец, большое количество свежих, хочу подчеркнуть, овощей и фруктов. Большое количество пищевых волокон. И, соответственно, большой объем антиоксидантов, которые там присутствуют. Люди едят очень мало простых сахаров. Мало сладкого. Много молочных, кисломолочных продуктов. Что касается мяса, то в разных регионах, среди разных долгожителей, кто-то потребляет большое количество мяса, кто-то предпочитает больше делать акцент на растительную пищу. Но потребление мяса всегда уменьшается с возрастом. Очень мало едят поваренной соли, то есть мало потребляет натрия, но очень много калия, магния, железа и селена. Наиболее важных биоэлементов. Ну, что касается натрия, соль рекомендует ограничивать себе за включением диетологи. А вот как увеличить потребление калия, магния, железа и селена, это проблема. Потому что извлечь их из продуктов, современных продуктов питания достаточно сложно. Их там немного. Поэтому на помощь приходят наши биодобавки. Препараты, которые содержат магния, которые содержат железо, которые содержат селена. Характерные особенности двух долгожителей, хочу подчеркнуть, это очень низкий уровень основного обмена. Чрезвычайно низкие генетические датомерные потребности в энергии. То есть они едят всегда мало. И им этого всегда хватает. Более того, они всегда стоят в физическом развитии. Поздняя минархия, поздняя половая зрелость, длительная адаптация образа жизни коренного населения. Вот это результат того, что они способны жить долго. То есть они к этому адаптировались в течение многих и многих поколений. Если в течение долгожителей вдруг оказывается пришлый человек, то такой пришлый человек, соблюдая все традиции обряда, долго, как правило, не живет. Потому что для этого нужны особенности, которые закрепляются в генетике. Появился вопрос, есть ли смысл давать контритин в 90 лет. Передвигается на кладунках и что наиболее актуально в этом возрасте. Целесообразно. Почему? Потому что пока человек живет, у человека происходит регенерация соединительной ткани, регенерация суставов, регенерация хрящей. А для этого требуется кандриетин. Не только кандриетин, но и глюкозамин. И витамины, и прочие-прочие биологически активные вещества, которые выстраивают соединительную ткань пожилого человека. Возраст здесь не помеха. Потому что как только вы прекратите помогать регенерации соединительной ткани, то человек просто не то что не сможет передвигаться на кладунках. Он вообще перестанет двигаться. Он заляжет и больше не встанет. Вот поэтому возраст здесь не является ограничением. Более того, если есть проблемы с передвижением, стало быть, есть проблемы с регенерацией. Регенерацию мы должны запустить. Потому что современные лекарства, к сожалению, которые применяют врачи в таких ситуациях, они являются симптоматическими. Они не помогают восстанавливать органы и ткани. Они просто снимают болевой синдром и делают вид, что в общем-то все в организме нормально. На самом деле проблема здесь не решается. Вот разница между лекарствами и между биологически активными добавками. То есть, опять-таки, давайте вернемся к нашему разговору. Подводя итог к общей закономерности питания долгожития, хочу сказать, что, конечно, достигнуть долгожительства, не будучи к этому адаптированным, а большинство из нас к этому не приспособлено, это особый образ жизни людей на протяжении многих поколений. Но наша цель – активное долголетие и высокое качество жизни пожилого человека. Вот этого мы можем достигнуть. У нас для этого существуют, появились инструменты, которые влияют в себе логически активные добавки. Итак, значение физической активности пожилых. Ну, я здесь провожу примеры, вы потом их почитаете более внимательно. То есть, физическая активность продлевает жизнь. То есть, она увеличивает продолжительность жизни. Более того, значит, она снижает риск смерти. Чем более интенсивна физическая нагрузка у пожилого человека, тем ниже риск его смерти. Наконец, ну, сейчас многие, наверное, слышали о том, что есть такие таломеры, это окончание нуклеиновых кислот, которые с каждым делением уменьшаются. Так вот, сейчас идутся поиски того, чтобы как бы увеличить длину этих таломеров, этих участков нуклеиновых кислот, то есть, что, в общем-то, продлит существование клеточной популяции, соответственно, продлит, увеличит продолжительность жизни. Так вот, установлено, что физическая активность позволяет сохранить длину таломер на 200 нуклеотидов, что соответствует примерно 10 дополнительным годам жизни. Обычная физическая активность, с которой ровным счетом ничего вам не стоит. Даже 15 минут физической активности в день, 6 раз в неделю способна существенно снизить смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Имейте в виду, что профилактика рака – это не только чистота внутреннего среди организма, не только использование онкопротекторов, но и банальная физическая активность. 15 минут физической активности в день. 15 минут – это смешно. Наконец, физические упражнения на выносливо снижают активность остеокластов, то есть клеток, разрушающих костную ткань. И улучшают состояние костной ткани, снижают риск переломов. Сколько нужно двигаться? Ну, желательно расходовать около 1200-1700 ккал. Современный уровень активности жителя города, который более-менее двигается, это 500 ккал в день. То есть нужно двигаться в два раза больше. Как посчитать? Элементарно. Есть шагомеры. Физическое здоровье – это 8000 шагов в день. Психическое здоровье – обратите внимание, чтобы нормализовать, гармонизировать работу центральной нервной системы. 4000 пройденных шагов. Посчитать за вас компьютер, посчитает гаджет, посчитает шагомер. То есть сейчас появились простейшие инструменты, которые позволяют контролировать ваше физическое здоровье, ваш уровень физической активности. Раньше это было сделано немысленно, сейчас это банально просто. Наконец, следующий вопрос. Итак, мы переходим к конкретным проблемам здоровья пожилого человека. На первом месте стоит проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что подавляющее большинство людей умирает и в нашей стране, и за рубежом от банальных проблем с сердцем и сосудами. Что предлагает западная медицина? Здоровое сердце – 13 пищевых ингредиентов. Витамин С, витамин Г, витамин Д, В1, В6, В12, Фалат, конзин-Ку-10, Эль-карнитин, Ресвератрол, Магний, Пегалокатехин, Галат, Омега-3. Вот все они приносят, безусловно, пользу. Все они помогают работе сердца, помогают работе сосудов, снижают риск различного рода сбоев в работе с движущей мышцы, прежде всего ритмических процессов, это Магний. Эль-карнитин дает метаболическую энергию, и конзин-Ку-10 тоже дает нам энергию. Но, опять-таки, это необходимое условие, но недостаточно. На самом деле надо гораздо больше. Для поддержки сердца требуется, помимо Магния, требуется железо, калий, кальций, кобальт, марганец, медь, молитв, дамикель. Где их найти? Большинство из них вы найдете в суперкомплексе. Препараты Магния надо принимать дополнительно, потому что потребность Магния очень велика, от 400 до 900 мг в сутки. В составе одной капсулы вы такое количество Магния не повесите. То есть Магну надо принимать, ну, по крайней мере, кормим Магни-Хилата, который вы можете дозировать от 100 мг до 500 мг в сутки. Употребляя от одной до пяти капсул. Что касается кобальта, железа, меди, марганца, молитвена, то они присутствуют в стадии наших витаминно-минеральных комплексов. Кальция принимается дополнительно в виде кальция Магния-Хилата. Железо принимается дополнительно в виде железа Хилата. К сожалению, пока у нас нет препаратов кальция. Калия, вернее. Вот препараты калия отсутствуют вообще в продукции большинства компаний. Почему? Потому что считается, что калий достаточно в питании. К сожалению, это не так. Профилактика метаболических аритмий. Аритмий сердца. Омега-3, боярышник, калий, магний, молебден, л-кальнитин. Это вот те шесть продуктов, на самом деле, гораздо больше. Здесь и листья оливы могут помочь, и другие наши продукты. Ну, по всякому случае, наиболее популярные, наиболее важные вот эти, еще раз хочу сказать, омега-3, боярышник, калий, магний, молебден, л-кальнитин. Тахикардия. Частота, сделающиеся сокращения. Практически те же самые продукты, ну, плюс железо, плюс ГОТА-КОЛА. Тот же самый калий, тот же самый молебден. И, наконец, ключевые кардиопротекторы. Вот эта программа, которая предлагает наша компания. Потому что ни одна другая компания не может вам предложить внятную идеологию поддержки работы сердца. Более того, нет такой идеологии в современной медицине. На первой месте мы ставим суперкомплекс. На втором месте у нас идет кэнзин Q10+. Скоро появится кэнзин Q10 в чистом виде, в виде монопрепаратов 100 мг. Боярышник плюс, который помимо боярышника содержит перец, чеснок, магний, хилат, лецитин, омега-3. Ну вот синим цветом показываны те продукты, которые, в общем-то, входят еще в программу здоровья на каждый день. Это суперкомплекс лецитин, омега-3, который должен принимать каждый здоровый человек на протяжении всей жизни с рождения до последних дней. То есть эти продукты идут у нас как бы по умолчанию. Но здесь они включены в программу естественным образом, поскольку они здесь нам помогают. Плюс антиоксидант. Он задержит токотренолы. Наиболее эффективные антиоксиданты из группы витамина Е. Альфа-липоевую кислоту, которая является энерготропным субстратом. И ликопин. Ликопин очень мощный антиоксидант. Здесь же мы дополнительно рекомендуем принимать Эль-карнитин и альфа-липоевую кислоту, видимо на препаратах. Это кардиопротекторы. Это вот 7, 8, 9 препаратов, которые нужно принимать одновременно. То есть 1-2 продукта, конечно, принесут вам пользу, но радикально проблему не решать. Нужно принимать программу. И программа должна идти постоянно. Итак, улучшение коронарного кровотока. Это еще одна дополнительная программа, которая улучшает кровоток в кровеносных сосудах. И в магистральных, и в капиллярной сети. И снижает вязкость крови, и снижает артериальное давление, снижает агрегацию тромбоцитов. Вот здесь у нас имеется 6 продуктов. Опять-таки хочу сказать, что в идеальном варианте надо принимать несколько продуктов одновременно. Потому что 1-2 продукта, это лучше, чем ничего. Но погоду нам не сделают. Слежу за вашей реакцией. Следующий вопрос. Некоторые специалисты говорят, что в воде и так много кальция. Накипь на чайнике. К сожалению, кальция в воде не так много. Если бы так было, то вообще кальций нам бы дополнительно принимать не было необходимости. Мы бы вам его не рекомендовали. Дело в том, что тот кальций, который присутствует в воде, он трудно растворимый. Он выпадает в осадок, но будем считать, что он выпадает в осадок в злучащейшем тракте. Он не всасывается, он плохо очень усваивается, плохо всасывается кровь. Вообще с водой мы получаем какую-то часть минеральных ингредиентов, минеральных компонентов, которые нам требуются. Но, к сожалению, не всякая вода их содержит. Обычная питьевая вода, как правило, она деминерализованная. Минеральную воду надо пить с очень большой осторожностью, потому что не всем она показана. Не всегда она может принести пользу. То есть повседневная вода – это вода, речная вода, мягкая вода, которая содержит минимальное количество минеральных ингредиентов, которые являются наиболее полезными. Поэтому без дополнительных добавок здесь нам, к сожалению, не обойтись. Это общее закономерность современного питания человека. Итак, кровоток улучшает. Би-Пи-Си – очень интересный продукт. Все его ингредиенты работают как факторы, которые улучшают кровоток в крупных и мелких коленосных сосудах. Перец, чеснок, петрушка. Перец, чеснок, петрушка – все эти компоненты являются капилляропротекторами. Чеснок сам по себе улучшает вязкость, снимает вязкость крови, снимает спазмы, снижает артериальное давление. В Си-Си-Эй, опять-таки, все его компоненты работают в том же самом направлении. Гинко-Готокола, Готокола. Ну, плюс, здесь можно предложить еще листья оливы, которые снижают вязкость крови. Сок алоэ, вера. Комплекс с валерьяной, опять-таки, является спазмолитиком. Коэнзим Кудиси, коэнзим и все прочее, снимает коронарный спазм. Маринда снижает спазм, снижает вязкость. Кошачий Коготь, помимо его антисептического действия, является великолепным спазмолитиком, снижает артериальное давление вязкость крови. Ну, и Таурин, как аминокислота, снижает агрегацию тромбоцитов и помогает работе сердца. Вот вам тот инструмент, тот инструментарий, вернее, который помогает нам решать проблемы работы сердечной мышцы. Так, значит, так, вопросы. Подходит ли комплекс постинфарктникам, после инсульта и выходной клапан работает на 30%? В обязательном порядке. И здесь роль не играет роль, был ли инфаркт, не было инфаркта. Можно предотвратить инфаркт, а после инфаркта, в принципе, сердечная слабость сохраняется, сохраняется респактомный инфаркт. Поэтому все эти рекомендации в этом случае будут очень уместны. Можно ли предотвратить распространение раковых клеток каким-либо продуктами? Значит, ну, к сожалению, это не наша сегодняшняя тема, это очень интересный вопрос, мы об этом когда-нибудь поговорим. На улучшение коронарного кровотока постоянно принимать рекурсии? Постоянно принимать, потому что проблема существует постоянно. Как только вы прекратите прием, у вас возникнут осложнения. Турин где содержится? Турин нужно искать, к сожалению, в аптеке. Нужен монопрепарат турина, большой объем турина. В наших продуктах турин является вспомогательным ингредиентом, и поэтому здесь он проблему не решает. Итак, программа «Здоровые кости». Такая программа существует, и если у пожилого человека, как правило, у пожилого человека всегда имеется снижение минеральной плотности костной ткани, хотя хочу подчеркнуть, что не у всех. Есть пожилые люди с великолепным состоянием костной ткани. У большинства, у которых есть проблемы с костной тканью, наша программа «Здоровые кости». Четыре препарата. Остоплюс, кальциемагнихилат, магнитилат, МСМ. Следующий продукт – это программа «Здоровые костей», где мы дополняем наш комплекс босфелии, если есть болевой синдром. Тейфу, если крем наружного применения. Эверфлекс наружная. У женщин проблема остеопороза осложняется нарушением гормонального статуса, поэтому мы предлагаем наши продукты гормонозаместительной терапии. Причем, обратите внимание, для гиперстейников, нормостейников и остеопороза используются разные гормонозаместительные препараты. При обычном осетелом молок-ям, при нормостении Эксис-Дон-Ква, остеопороза рекомендуется СИЭКС. Ну и если сопутствующие артрозы, то здесь уже работает следующая программа. Параллельно с «Здоровьем костей» работает программа «Здоровье сустава». Это гликозамин, камеретин, МСМ. При этом хочу сказать, что эти продукты не просто помогают убрать проблемы с работой суставов. Они являются питательной поддержкой для регенерации сустава, для регенерации хрящевой ткани. К сожалению, лекарства они бьют по симптомам. Они снимают воспалительный процесс, они давят воспалительный процесс. Не снимают его, давят воспалительный процесс. Они борются с инфекцией, они снимают болевой синдром. Все это симптоматическое лечение, к сожалению. А суставы, кости надо накормить. Голову надо накормить, глаза надо накормить. То есть мы должны оказывать питательную поддержку. А питательную поддержку оказывают биологические активные субстанции. Копликс ондопротекторов. Это хондроитин, это гликозамин, это МСМ. Это и другие наши продукты, в частности, омега-3. Это зомброза. Это смарт-мин как источник витаминов, потому что здесь нужны еще и витамины. Это и остеоплюс как источник витаминов и микроэлементов, которые тоже нужны для регенерации соединительной ткани. Следующая программа. Итак, программа здоровые суставы. Она включает не только основной блок, состоящий из трех продуктов. Глюкозамин, конверитин, МСМ. Здесь еще подключается дополнительный комплекс. Омега-3, Остерплюс, смарт-мин, зомброза. Смарт-мин мы можем заменить на суперкомплекс. Если мы его принимаем, то нам не нужно. Плюс здесь опять-таки идет гормонозаместительная терапия. При наличии инфекционного артрита, а это тоже один из вариантов развития событий, здесь мы назначаем антибактериальную программу. Это подарка, кошачий когуть, чёрный орех, хлорофилл и обязательно бикидофилл, сморофос. Потому что значительная доля проблем работы суставов связана с тем, что идет эндотоксиновая агрессия из желудочно-шечного тракта. Если есть проблемы с ЖКТ, то мы должны нормализовать работу желудочно-шечного тракта. Только после этого у нас можно приступать к борьбе с инфекционными и токсическими артритами. И наконец, последний вопрос, который мы сегодня хотели разобрать, это здоровье глаз. Здоровье глаз, эволюция сетчатки, возрастные дегенеративные заболевания сетчатки, это, к сожалению, данность характерна для подавляющего большинства людей. С возрастом глаза изнашиваются. Изнашивается хрусталик, но хрусталик можно заменить, а вот сетчатку поменять невозможно. Если мы можем поставить новый хрусталик, то о сетчатке мы должны заботиться с младенческих лет. То есть мы должны поддерживать здоровье сетчатки за счет чего? Вот за счет такого рода ингредиентов. 10 ингредиентов, которые предлагают европейские диетологи. Это витамины А, С, Е, витамины группы В, цинк, сирен, медь, бета-каротин, ньютин, заэксантин. Обратите внимание, 90% присутствующих здесь ингредиентов, это ингредиенты антиоксидантных действий. Поэтому ключевая проблема борьбы со здоровьем глаз, это усиление антиоксидантной защиты. Ну, опять-таки, отвечая на вопросы по ходу разговора, лучше холорофилл пить или чеснок для разжижения крови, если ясная болезнь желудка. Ну, вообще-то, холорофилл кровь не разжижает, лучше, конечно, чеснок. 85 лет женщины после тяжелого инсульта, они много одновременно, все препараты для улучшения коронавого кровотока. Ну, еще раз хочу сказать, что чем больше вы принимаете продуктов, тем эффективнее они будут работать. Потому что они работают по разным решениям, они усиливают действия друг друга. Если нет возможности, то 1-2 препарата, если есть возможность, 5-6 препаратов одновременно. А хуже от этого не будет, будет только лучше. Они друг друга, к сожалению, не дублируют, они друг друга дополняют. Потому что это естественные пищевые ингредиенты, которые поддерживают работоспособность тех систем, в которые мы их и запускаем. Так, два слова о Российской Ассоциации Гератург и Гериатров. Об этом мы поговорим в конце. При макулодистрофии, что из продуктов НСП эффективнее? Вот об этом мы сейчас и заканчиваем сегодняшний вебинар. Ну, вот наше представление об идеальном оптальном протекторе. Макулодистрофия. Это дистрофия достаточно простая, но которая имеет очень серьезные последствия. Потому что макула это желтое пятно. Здесь работают в основном два ингредиента. Это лютеин и зеоксантин. Это пигменты желтого пятна, которые поступают только из пищи. Они в организме не образуются. Поэтому, если мы получаем их с пищей, у нас желтое пятно работает очень эффективно. Закрывая сетчатку, предохраняя ее от выгорания от действия ультрафиолетовых лучей. Если макула слабенькая, если пигментов недостаточно, выгорает центральная часть сетчатки. То есть возникает возрастная дегенерация дистрофии сетчатки с необратимыми последствиями. Периферическое зрение при этом сохраняется. Центральное зрение теряется раз и навсегда. Поэтому надо бороться за здоровье макула, то есть желтого пятна. Регулярно употребляя препараты, которые содержат лютеин и зеоксантин. Что это за препараты? Перфектайз. Перфектайз это ключевой препарат, который содержит подавляющее большинство тех ингредиентов. Это 18, 19, 20 автальмопротекторов, которые нужно употреблять одновременно. Имейте это ввиду. Усиливаем перфектайз с витамином С, 500 миллиграмм, 1000 грамм здесь нет необходимости. Витамин Е, 100 миллиграмм достаточно. Суперкомплекс, как источник витаминов, биоэлементов, которые усиливают перфектайз. И грепайн с протекторами, где содержатся те полифенольные соединения, которых нет. Мало в перфектайзе, нет витамина С, нет витамина Е, нет в суперкомплексе. Вот тот набор, который позволяет эффективно поддерживать здоровье глаз. И наконец, заканчивая сегодняшний разговор, хочу сказать, что вот программа НСП для поддержки зрения. Основные препараты перфектайз, витамин С, витамин Е, омега-3, полиночищенные жирные кислоты, суперкомплекс. Если вы их употребляете, здесь вам дополнительно употреблять нет необходимости. А вот дополнить и усилить эффективность работы для поддержки зрения, это защитная формула, это депайн, это гинку-ботокола, то есть улучшает капиллярный кровоток. Это замброза, это кэнзин-КУ-10, который тоже здесь будет очень полезен. И хромхилат при наличии сахарного диабета. Хром здесь нужен только тогда, когда имеется риск диабетической ретинопатии. Если диабета нет, употреблять дополнительное количество хрома нет необходимости, поскольку хром у нас содержит в составе суперкомплекса. Его будет вполне достаточно. Ну, на этом сегодняшний разговор о здоровье пожилых людей мы завершаем. Здесь был вопрос по поводу ситуации с геронтологами и с гериатрами. Мы сейчас начинаем с ними работать. У нас сейчас запускается очень интересная, очень продуктивная программа поддержки здоровья пожилых людей через это общество. Ну, о результатах пока что говорить рано. Пока мы находимся в начале пути, но результаты чрезвычайно обнадеживающие. Все эти наработки, которые мы будем получать в работе с этими структурами, речь идет в сторону курортной сети, о клиниках, о научно-исследовательских институтах. Об этом мы вам будем регулярно рассказывать. Вот. Это, опять-таки, заслуга нашей компании, которая отличает ее от целого ряда других аналогичных компаний тем, что у нас мы идем на два шага впереди по сравнению со всеми остальными. Почему? Потому что мы разрабатываем программы, мы разрабатываем наборы, мы пытаемся оценить их эффективность. К сожалению, подавляющее большинство просто грубо проталкивает в разнобое различного рода биологически активные наборки. Вот такой путь, он малопродуктивный. Здесь мы должны опираться на знания, опираться на опыт, опираться на результативность наших разработок. Вот к этому мы стремимся. Итак, благодарю вас за внимание. С какого возраста можно перфектать постоянно? С любого возраста, если возникает проблема с зрением. Потому что очень часто старческие проблемы начинаются в молодом возрасте. Иногда это затрагивает и зрение у детей. Поэтому перфектайз можно спокойно назначать людям с любого возраста. Чем раньше вы назначаете перфектайз в качестве профилактической меры, тем быстрее вы решаете задачу защиты органов зрения в пожилом возрасте. Потому что в 60-80 лет, когда уже возникают дистрофические изменения в сетчатке, повернуть историю назад, к сожалению, невозможно. Мы можем затормозить процесс, но остановить его уже то, что случилось, невозможно. В 30-40-50 лет это сделать возможно. Поэтому перфектайз – тот препарат, который можно пить с младенческих лет, и он будет приносить только пользу. Так, суперкомплекс и витамин С можно делить. Суперкомплекс делить нет необходимости. То есть то количество витаминов и биоэлементов – это суточная потребность. Витамин С – один грамм, многовато будет. В большинстве случаев нам такое количество не нужно, можно разделить таблетку пополам. Более того, если вы принимаете ее целиком за один, в течение одного дня, лучше принимать пол таблетки два раза в день. Это более эффективно. Так, ну, спасибо, спасибо. Благодарю вас всех за внимание. Если вам понравилось, то я очень рад. Мы к этому стремимся. Мы к этому стремимся, чтобы дать вам ясные, четкие знания, достоверную информацию, в отличие от других товарищей. Проверенную информацию. Надеемся, что она вам пригодится. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...